В сегодняшней программе Господь, пастырь мой, я не буду нуждаться. Так? Овцы всегда следуют за пастырем. Следуя за ним, вы не будете нуждаться. Иисус говорил, следуй за мной, я сделаю тебя ловцом человеков. Возьми крест свой и следуй за мною. Он сказал богатому юноше, продай свое имение и следуй за мной. Сегодня с пастыром Джозефом Принцем. Первая сфера, в которой мы овладеем тем, что по праву наша, это наш брак и наша семейная жизнь. Мы вновь обретем то, что забрал дьявол. Если вас все устраивает, вы спокойно позволяете дьяволу красть ваших детей и ваши семьи. Это послание не для вас. Это послание для тех, кто осмелится встать и сказать «Никогда». Как один из воинов Давида. Библия говорит, что он сражался до тех пор, пока меч не прирос к его ладони. Пока меч и рука не стали одним целым. Когда враги были мертвы, этот воин увидел, что меч прирос к его руке. С гитарой бывает так же. Людям, которые долго играют на гитаре, порой приходится силой разжимать пальцы. Точно так же вы и ваш меч становитесь одним целым. Станьте одним целым с мечом духа. В этом году Бог желает восстановить вашу семью. Пастор Принц, вы не понимаете, моя семья разрушена. Я ценю желание вашего сердца, но все очень плохо. Ну что ж, у нас, слава Богу, время воскресенья. Не говорите, что это невозможно. Написано «невозможное человеком», а для вас это невозможно. Для вас мужья, как и для вас жены. Все вы подпадаете под категорию людей. Но знаете что? Это возможно для Бога. У Бога есть мечта обо всех нас. Она звучит в 15 песнях восхождения. Или же 15 песнях уровней. Я процитирую один из таких уровней. В 127-м псалме сказано. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты, благо тебе». Кто скажет на это «Аминь»? Некоторые едят, но они несчастны. Некоторые едят, но им нет блага. «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем». Ваша жена будет, как плодовитая лоза, слава Богу. Она не будет иссохшей. Лоза приносит виноград. Ваша жена будет, как плодовитая лоза. Такая лоза дает огромные гроздья винограда. Подобные тем, что едва принесли из Ханаана Саглидатае. Ваша жена будет, как плодовитая лоза. В те времена из винограда делали вино. Аминь. Губы вашей жены будут как вино. Если ваша жена сейчас с вами, вы можете поцеловать ее и испробовать это вино. Но только если она здесь с вами. Ну а если вы сегодня с тещей, то ничего страшного. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. А ваши дети, как масличные ветви, они помазанные люди. Оливковое масло использовали для особых святых целей. Помазывать священников, пророков и царей и зажигать минорум. Также его использовали как лекарство и делали из него мыло. У такого масла три стадии отжима. Однажды в Израиле нам рассказывали, что оливковое масло самого высшего сорта, экстра-верджин, всегда использовали для того, чтобы освящать храм. Когда оливки вновь помещали под пресс или камни и выжимали еще раз, получалось масло второго отжима. Такое масло использовали как лекарство. Об этом нам рассказал гид в Израиле. Третий отжим использовали для очищения, то есть для производства мыла. Меня очень заинтересовали эти три стадии. Когда я слушал этот рассказ, Дух Святой проговорил ко мне. Эти три стадии прошел Иисус. Все началось в Гефсиманском саду, название которого переводится как «пресс для оливок». Геф-шемен. Шемен — это масло. Геф — это пресс. Когда на Иисуса впервые оказали давление, это было мрачное для него время. Это были самые темные часы его жизни. А для чего? Чтобы зажечь свет в святилище вашей жизни. Чтобы вы начали смотреть на все другими глазами и видели то, чего не видят другие. Гефсиманский сад был первым прессом. Второй пресс, когда Иисуса бичевали. Масло второго отжима использовали для лечения. Ранами его мы исцелились. Аминь. И последняя стадия — масло, используемое для очищения и омовения. На кресте Иисус снова подвергся давлению, на сей раз для нашего очищения. Пока я слушал этого гида, Дух Святой брал воду этого рассказа и превращал ее в вино. И у меня началось опьянение. Молюсь, чтобы оно началось и у вас. Пусть в ваших браках будет такое опьянение. Целуйтесь почаще. Почаще используйте ополаскиватель для рта и почаще целуйтесь. Аминь. Лично я люблю есть чеснок в сыром виде. Почти с каждым приемом пищи я ем сырой чеснок или лук. Слава Богу. Аллилуйя. Я говорю, иди ко мне, малышка. Это секрет огненного проповедника. Аллилуйя. Мои сыновья говорят. Какие ароматы. Итак, сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Так будет благословлен человек, боящийся Господа. Я показываю вам это, потому что это не просто песня восхождения. Это иллюстрация той веры, которую Бог приготовил для своего народа. Сейчас неважно, какой хаос царит в вашем доме. Неважно, уделяете ли вы время разговорам. Не так важно, где находятся ваши дети. Вы не знаете, или они вам не говорят. Не столь важно. Я говорю вам не о той Библии, в которой сказано о законе. Закон говорит Божий стандарт и таковый. Тебе нужно сделать это и это, чтобы получить вот это. Но мое послание не о законе. Это послание о благодати. Благодать не требует. Благодать обеспечивает. Я пришел к вам после разговора с Богом, чтобы сказать, Бог дает вам иллюстрацию веры. Он показывает, какой будет ваша семья в будущем. Аминь. Семья, пережившая кризис, будет крепче, чем та, что его не переживала. Благословит тебя Господь Сиона. Так благословится боящийся Господа. Бог показывает, каким он видит благословленного человека. Так будет благословлен человек. Его жена будет как плодовитая лоза, его сыновья будут как масличные ветви. Для меня это звучит как процветание, как дом чести и благословений. Дом, где мужчина и женщина, муж и жена растят своих детей. Даже если в этом доме наступил кризис, так благословится такой человек. Мужчины, посмотрите сюда. Прочитайте еще раз первый стих. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих». Речь о мужчине или о женщине? Жена твоя, как плодовитая лоза. Твои дети? О ком здесь идет речь? О мужчине. Чуть ниже. Так благословится человек. Когда человек благословлен, его жена тоже благословлена. Когда человек благословлен, его дети благословлены. Нет смысла читать вашей жене лекции о том, как быть благословенной. Редко делаешь вот это, а это, как вижу, вовсе не делаешь. Когда вы будете благословленным человеком, тогда и она будет благословлена, увидев в ваших глазах победоносную жизнь, Увидев перемены в своем муже, она тоже изменится. Женщины меняются, когда видят перемены в своем лидере. Ваша жена не лидер. Перестаньте возлагать на нее ответственность. Она справится. Женщины берут ответственность и справляются. Слава Богу. Но Бог желает сказать вам, так благословится человек. Да, пастор Принц, а вы заметили? Да, тихий голосок. Вы заметили, что благословится человек, боящийся Господа? Четвертый стих. Так благословится человек, боящийся Господа? Здесь нужен выразительный голос. Думаю, вам нравится такой вариант. Человек, боящийся Господа. Посмотрите на первый стих. Блажен всякий человек, боящийся Господа. Ходящий путями его. Пастор Принц, это для тех, кто боится Господа? Как вы знаете, люди больше не боятся Господа. Скажу вам так. Я понимаю возражение о страхе перед Господом. Однажды я исследовал тему страха Господнего, стих за стихом, стих за стихом. Это был изнурительный труд. Я нашел все стихи о страхе и могу сказать, что в Ветхом Завете нет ни одной другой черты, которая влечет за собой больше благословений, чем страх Господень. Поэтому я определенно хочу быть человеком, который боится Господа. Но я не могу допустить тот вид страха, о котором учат или который впечатляет людей, но не является страхом Господнем. Сейчас объясню. И в Ветхом Завете и в земном служении Иисуса, прежде чем Он умер и воскрес, видно, что страх Господень может быть таким, когда люди почитают Бога, и таким, когда они на самом деле Его боятся. Когда сегодня учат о страхе Господнем, они не разделяют эти виды страха. Но так нельзя. Это песня «Восхождение». Это песня в 127-м псалме. Бог никогда не повелит вам бояться Его, не объяснив, как это нужно делать. Хотите узнать Божий рецепт того, как Его нужно бояться? Библия всегда интерпретирует Библию. Запомните этот принцип. Писание всегда интерпретирует Писание. Не интерпретируйте страх Господень тем, что говорит пастор-принц, тот или иной муж Божий или тот или иной человек. Бог никогда не повелит вам бояться Его, не показав, как Его бояться. 127-й псалм, песнь «Восхождение», верно? Пропускаем два следующих псалма и переходим к 129-му псалму. Это тоже псалм Давида, а здесь он обращается к Господу. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие... Слово «замечать» схоже с ситуацией, когда бухгалтер составляет подробный перечень. Если Господь будет замечать беззаконие... О, у вас мелькнула нехорошая мысль о пасторе-принце... Да, только что. Записал. Так, у вас мелькнула нехорошая мысль о пасторе-лоуренце. Записал. Здесь сказано, если бы Господь составлял подробный перечень всех ваших грехов, кто бы тогда вообще устоял? Кто устоял бы перед Ним? Если бы Он составлял перечень грехов, кто бы устоял? У тебя прощение, да благоговеют пред тобой. Поразмышляйте над этим. Если бы Бог составлял подробный перечень ваших грехов, тогда никто, включая вашего спикера, не устоял бы. Но у тебя прощение, чтобы у людей был благоговейный страх. Об этом редко проповедуют, однако этот стих находится всего через два псалма от слов «Благословен человек, боящийся Господа». Тогда я хотел бы узнать, как бояться Господа. Вы помните, как в 4 главе Матфея Иисус, находясь в пустыне, сказал «Отойди от меня, Сатана». Ибо написано, Сатана только что предложил Иисусу «Поклонись мне, и я дам тебе все». Иисус ответил «Отойди, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Что делай? Поклоняйся. Здесь Иисус цитирует 6 главу книги Второзакония. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи». Здесь под законом сказано «Бойся». Однако Иисус дал точное определение страху. Люди определяют страх как почтительное восхищение человеком Божьим и всем, что Ему присуще. Все это прекрасно, но я предпочитаю определение, данное Иисусом. Он не повторил этот стих в его первоначальном виде «Бойся Господом». Вы спросите, а как Он может менять слова в стихах? А кто их написал? Он сам. Иисус сам это написал, и потому дал определение страху. Автор сам должен уточнять то, что им написано, а не поручать это другим. В Матфеи Иисус сказал, что страх — это поклонение Богу. Поклонение. Поклонение. Мы приходим к Нему в трепетсе, потому что Он достоин, и Его атмосфера так ценна. Давид не знал об атмосфере Бога. Он жил в то время, когда Дух Святой сходил и отходил. Дух Святой сходил, и Давид совершал чудеса. Убил Голиафа, творил великие дела. Но когда Давид грешил, Дух Святой отходил. Однажды, когда Давид согрешил, он молился. «Духа Твоего не отнимай у меня. Бог, делай что угодно, только Твоего Духа Святого не отнимай». Он ценил эту атмосферу Бога. Он знал, что как пастух он никто. Но благодаря помазанию и силе Духа Святого он стал кем-то. Нам всем нужно об этом помнить. Дух Святой в нас, и Он никогда нас не оставит. Но Он может огорчаться. Давайте жить так, чтобы Он всегда радовался внутри нас. Чем больше славы мы воздаем Господу, когда прославляем Его, тем сильнее Дух радуется. «Слава Господу!» Есть одна вещь, которую люди не понимают. Мы часто говорим «Страк Господний». Да, это выражение встречается и в Ветхом, и в Новом Завете. Но удивительно то, что после этого люди не следуют за Господом. Я могу выделить одну характерную черту Халива — человека, который не остарел. Помните, что в 40 лет он был одним из Саглидатеев, которые отправились в землю обетованную. Он вернулся полной силы и сказал, «Давайте пойдем и овладеем этой землей». Однако народ ему не поверил. Им пришлось бродить по пустыне 40 лет, и Халиву вместе с ними. Но его сердце всегда было в Ханаане, в обетованной земле, где течет молоко и мед. О Халиве можно рассказать очень много, но у него была главная характерная черта. Если откроете книгу чисел, то увидите. «Все, которые видели славу мою, искушали меня уже 10 раз и не слушали голоса моего, не увидят земли. Но раба моего Халива, за то, что в нем был иной дух, на иврите это звучит как «дух следования». У Халива был дух следования, и он совершенно повиновался мне. Он повиновался. Речь не столько о том, чтобы следовать за Господом. Мы говорим «страх Господень». Должно быть что-то большее, нежели простое следование за Господом. Овцы следуют за Господом. Господь пастырь мой. Я не буду нуждаться. Овцы следуют за пастырем. Внимательно слушайте. Следуя за Ним, вы не будете нуждаться. Иисус говорил «следуй за Мною, я сделаю тебя ловцом человеков. Возьми крест свой и следуй за Мною». Он сказал богатому юноше «продай свое имение и следуй за Мною». Он говорил рыбакам «следуйте за Мною». Этому мы не учим. Мы говорим «бойтесь Господа». Но это не тот ведь страх. Следование за Богом – главный секрет Халева. Люди сии, вышедшие из Египта, на 20 лет и выше, не увидят земли, потому что они не повиновались мне, кроме Халева, сына Иефониена, Кенезиянина и Иисуса, сына Новина, потому что они повиновались Господу. Теперь на сцену выходит Иисус Новин. Прошло 40 лет, Халев с Иисусом единственные остались в живых. Все, кто вышел из Египта, уже умерли. И кто из них не перешел реку Иордан, чтобы войти в обетованную землю, кроме Иисуса и Халева. Моисей умер, Аарон тоже. Остались только Иисус Новин и Халев. Тогда Халев сказал Иисусу, «Сорок лет прошло с тех пор, как мы смотрели землю. Позади уже несколько десятков лет. Но я так же силен, как был силен в те дни, когда Моисей отправил меня смотреть землю. И он не лгал. А затем он сказал, дай мне эту гору. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робы сердце народа. А я в точности следовал Господу Богу моему. Здесь Халеву уже 85, но он по-прежнему силен. Хиброн остался уделом Халева, сына Иефониена, кенезиянина, до сего дня, за то, что он в точности последовал по велению Господа Бога Израилева. 85 лет Халев прогнал сынов Енака с горы. Это была именно та гора, на которой жили гиганты. Халев прогнал их 85 лет, потому что повиновался Господу. А кто из вас желает повиноваться Господу? Прочитаем последний на сегодня отрывок, 21 глава Евангелия от Иоанна. Это произошло примерно за две недели до того, как Иисус воскрес из мертвых. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус. Кто он? Иоанн. Иоанн уже следовал за Господом, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Это тоже Иоанн. Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи». А он-то что? Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною». Иоанн жил в любви Господа, осознавая ее в полной мере, и потому следовал за Ним, но следовал бессознательно. Когда вы осознаете любовь Господа к вам, вы уже следуете за Ним. Но Петру, который хвалился своей любовью к Господу, нужно было сказать, «Ты следуй за Мною, пастор Принц, почему вы не даете церкви повеления? Потому что мои люди уже следуют за Господом». Возможно, вам это нужно. Но мои люди уже следуют за Господом. А вы поняли секрет? Иоанну не нужно было говорить, «Следуй за Мною». Ему не требовались повеления, он уже шел за Господом. Но Петру, который спросил, «А что с ним-то?» было сказано, «А что тебе?» «Ты иди за Мною». В греческом языке это повелительное наклонение. Это повеление, «Ты иди за Мною». Порою Господь говорит мне так же. Я смотрел, что делает какой-то человек или что происходит в каком-то служении, и Бог много раз отрезвлял меня словами, «Что тебе до того?» «Ты следуй за Мною». Порой я забываю, как сильно Господь меня любит, и Он напоминает мне, «Следуй за Мною». Неважно, что делает этот человек и что говорит тот, «Ты иди за Мною». Аминь. Служители и лидеры, перестаньте смотреть вокруг себя, кого-то винить, искать недостатки. Вы не спрашиваете, «Что со Мною?» А с этим что? «Идите за Иисусом». «Идите за Иисусом». «Делайте, что Он скажет вам». Те, кто живет в Его любви, всегда следуют за Ним. Аминь. Пусть с вами будет так же. По этой причине я не учу о повелениях. Есть люди, которые уже идут за Богом. Они знают о любви Бога и следуют за Ним. Вы останьтесь молодыми, как Халиф. Аминь. Слава Богу! Аллилуйя! Прославьте Его! Поднимитесь, пожалуйста. Будьте какое-то время в покое. Есть души, которые откликнутся на любовь Господа. Веруйте в Иисусе и будете спасены. Вы и ваши дома. Иисус умер на кресте за ваши грехи. Если вы верите в Него, помолитесь сейчас вместе со Мною над всего сердцем. Небесный Отец, Твое Слово говорит, что тот, кто призовет имя Господа, спасется. Господь Иисус, я верю, что Ты пришел на землю, чтобы умереть за мои грехи. Ты понес на кресте мое наказание, мою вину и мое осуждение, как и все мои грехи и болезни. Ты был погребен и на третий день воскрес. Твоя победа, моя победа. Дай мне свою благодать, жить в духе, в атмосфере неба, в Ханаане. Пока мои ноги стоят на земле, пусть все ресурсы исходят от Тебя. Напоминай мне, что я лишь труба, а не контейнер. Я труба, по которой текут Твои ресурсы. Все исходят от Тебя, а не от меня. Спасибо Тебе, Отец Иисус Христос, мой Господь. Аминь. Поднимите свои руки, пусть на этой неделе Господь благословит и сохранит вас. Пусть Господь сохранит вас от всякого вреда, от болезней и от немощи и от всех сил зла. Пусть Господь сохранит вас от страха и защитит вас от всякого зла. Пусть Он осветит вас и ваши семьи светом своего лица, поместит вас в нужное время, в нужное место и дарует свое сверхъестественное благоволение. Пусть мир боится и трепещет, видя благость и процветание, которое Бог дает вашу жизнь. Пусть обстоятельства вас не огорчают, они изменятся, обязательно изменятся. Перемены грядут, слава Господу, ваша семья будет благословлена. Пусть Господь презрит на каждого, кто слышит мой голос и дарует вам и вашим родным свой шалом, здоровье и мир. во имя Иисуса Христа я молюсь об этом. И все, кто верят, весь народ Божий доскажет на это Аминь. благословений Божьих и до новых встреч, дорогая Церковь. Я верю, что вы были благословлены любовью и благодатью нашего Господа Иисуса Христа. Если это служение помогло вам пережить прорыв в своей жизни, мы хотели бы узнать об этом и порадоваться вместе с вами. Напишите нам и поделитесь своей историей. Мы рады, что вы продолжаете смотреть наши программы с проповедью Евангелия. Я молюсь, чтобы вы еще больше познавали нашего великолепного Спасителя и помнили, что он для вас совершил. Мы благодарим вас за то, что вы посмотрели эту проповедь Джозефа Принца. Мы верим, что она принесла вам благословения. Чтобы получить более подробную информацию о церкви New Creation, зайдите на сайт, указанный у вас на экране. Там вы также сможете подписаться на бесплатную ежедневную рассылку от пастора Джозефа Принца. Вы сможете каждый день получать больше сил и вдохновения, ведь благодаря этой рассылке вы узнаете, как сильно вас любит Господь. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит той церкви, которую вы посещаете. Субтитры создавал DimaTorzok